Нема працы, заробку нема, значится ты дармаед, а твои проблемы никого не текавятся у нашей, как кажут шиновники социально ориентованной державе. Плати податок и уже не сразумело, кто у нас для кого. Держава для народа, ци народ для державы. Аркадь Нестеренко. У нас рабство. Людей заставляют работать, при том, что работа отсутствует, а та работа, которая есть, они над людьми попросту издеваются. У меня буквально вчера жена осталась тоже без работы. Меньше, чем за два тыдни виды озворот Гамильчука Максима Филипповича на Ютубе поглядели 60 тысяч человек. Тема больше, чем наденная. Как реаговать и что делать, когда вы отримали лист с податковой об необходимости сплатить сбор на финансование державных выдатков, те, как его еще называют, податок на дармаедство. В 2015 году я работал, но, к сожалению, контракт мне, как и огромному количеству людей на моем предприятии, попросту не продлевали. Получается, что я отработал примерно до 15 апреля, если правильно помню. Это 100 с лишним дней и не хватило около 80 дней до полной, нужной, требуемой отработки в год. По водле декрету о передухелении социального утроманства, особо, яке в 2015 году официально працевали меньше за 183 дни, мусяць выплатить 20 базовых величинев – 460 рублев. Максиму Филипповичу, яке ранее працевалось тут, на Гомельской сейсмотехнице, зуликом отпрацеванных ден наличили 149 рублев 28 копеек. Наводка ли б гэте гроши и были, каже, усе одно не платил бы. Я платить не буду. Во-первых, потому что элементарно я не могу заплатить, так как у меня нет работы. Во-вторых, потому что даже если ее на эти деньги уплатить, то, соответственно, я уже буду виновен, опять же, по закону, виновен за сокрытие доходов. Выстя с ситуации, истю у суд и уже там доказывать, что граждане не обовязаны оплатить за банкрутство социальной державы. Шлях, где ты надзвычай долги, кажут правооборонцы, але после Верховного Суда можно будет выйти на индивидуальную скаргу у Комитет права у человека. И поставить пытание об тем, что в Украине иснуе промысловая праца. Я бы пораю каждому, кто отримал это потребование, так, об сплате этого податку, не спешаться его платить. Можно подать скаргу на имя податковой, начальника податковой инспекции пройдя месяц, так. Потом можно вернуться в суд со скаргой пройдя еще полный час. Кали лис шастя с податковой будзе уручены не особиста, и он все равно будзе лечиться отриманным раз 10 дней после отправки. У выпадку неоплаты цяга месяца может быть або штраф от двух до шторых базовых, або адміністративный арешт. И калі, наприклад, чалэку дадуть штраф, то йон будзе по тем, все равно павінін сплачуваць гэты гроші з улікам іше і піні у паміры ставки рефінансіровання Национального банку, да? А тільки адміністраційний арешт с працягненням до працю вызволяє чалавека от оплаты гэтага падатку. Патому, ось іще один на варіант пайсі, адсідець. Уважаючи, що податковці наперед дні Нового года выслали 252 тисячі листов счастья, а податки на дармаєдство, поколь сплатили тільки калян 10 тисяч особов, лік тих, хто буде вимушений отсіддить сотні за дармаєдства, може пайсти навіть не на десятки, а на сотні тисяч беларусів. Пока не буду платити, пока не буде снизчого. Работы абсолютно нету никуда. Я пошел, как-то один раз попытался летом сходить на бюро занятості. Двое суток туда проходило, що вообще никакого смыслу туди було ходити. Це просто униження такого человеческого достоинства, йти за 50 тисяч в какое-то поле і їздити. Платити не буду в любом случае. Сутки отсидите, да? Да. Лучше уж так, ні за що. Податок на дармаєдство уже принес у бюджет 4 мільйона 900 тисяч динаминованных рублів. Не глядяши на крыток у скандального закону, адменять його не збираються. А только обіцають увести некоторые по лёгке. Аркасий Нестеренко, Белсад.